Добрый-добрый-добрый день всем! Продолжаем стримить iLigu, и у нас Invictus Gaming против Energy Pacemaker Gaming. На данный момент Invictus Gaming уже забрали себе инвокера в очередной раз, Леон, Драгон, Найт, Шейкер и Урса для команды Invictus Gaming. Новая мета, все у команды Invictus Gaming, я смотрю, тут на пробу берется, Проверить как зайдет один, второй, третий, четвертый, ну против Old Boys уже набрали себе на пробу, В итоге 0-2 слили, здесь уже первую катку отдали команде Energy Pacemaker, Поэтому три подряд поражения от Invictus Gaming, ничего хорошего им вообще не сулят в турнирной таблице. Спиритбрейкер, Баунти, Хантер, Энчантерс и Брюммастер для команды Energy Pacemaker. Последний пик для них, 20 секунд нам все про все остается, Брюс скорее всего отправится в мид, Я думаю, Спиритбрейкер сложную, Баунти будет у нас румить и фармить должен кто-то еще, и это Сларк. Фармить будет Сларк, и сейчас скорее всего займется лесом у нас. Феррари на Драгонайте в мид-лейн, инвокер не для Феррари? Видимо надоело, экзортовый инвокер команде Invictus Gaming, инвокер будет не для Феррари, Для кого же тогда? Бернинг, наверное, заберет Урсу. Кси неужели возьмет на сложную? Да, Кси на сложную берет инвокера. Шейкера берет Чи и Урса для Бернинга. Со стороны команды Energy Pacemaker, AllChicken берет Брюммастера на мид-лейн. Спиритбрейкер отправится в сложную, Баунти будет румить, ЛТ берет у нас с Enchantress, А Сларк для Фэна отправится фармить легкую линию. Думаю, я так. Причем Сларку придется практически в соло стоять, Баунти Хантер небольшой помощник ему, Да и Янча тоже небольшой помощник, ей в принципе лесом надо заниматься, Поэтому Energy Pacemaker здесь, если что-то, либо что-то крутое придумали, Либо немножко натупили. Тут один из двух вариантов. Даже не знаю, к какому я больше склоняюсь. Уже полетел у нас вниз инвокер с вардами. Чтобы не подставляться, Кси по-быстренькому завардит здесь все и уйдет. Уйдет, просто исчезнет. Вард блочит спот. И здесь вард тоже блочит. Нет, не блочит, наверное, не блочит спот. Но это точно блочит, поэтому... Нелегко будет команде ЕП здесь на линии. Ну, точнее, посложнее. Энча у нас в каком-то симпатичном сетике. Рарные волосы для Enchantress. Так всегда бывает. Ну и анкамоновские штуки дальше. Камон, камон. Только камон. Сларк с имморталовским клинком. Ну и наручи дальше анкамон. Здесь анкамон. Здесь рарные наплечники на сларках. Хотя ничего рарного вообще на сларка быть по факту не может. Выглядит это все жутковато. Вот! Ли просто умница. Один камоновский рюкзак на Баунти Хантера. Ничего больше. Просто рюкзак с Сюрикеном. Ничего не надо даже выдумывать, сочинять вот такой вот Баунти Хантер. Никаких тебе сетов на Мирану по 400 баксов или Голова на Войда или Таймбрейкер на 160 долларов. Ничего подобного. Просто камоновская шмотка, которая упала где-то, я не знаю, на первенство этажа. В каком-нибудь общежитии. Сларк в итоге у нас здесь будет против Ксикс. И уже вкачал в квас. И скорее всего это будет квас VX Инвок. А не экзорт. Надо будет и от Фэна здесь побегать и поцеплять кого-то. IG, я думаю, не хуже остальных понимают, что экзортовый инвокер очень спорная вещь. И нужен он только если ты на классе и вообще на подготовке переигрываешь в хлам абсолютно соперника. Тогда экзортовый инвокер просто добивает это. Действительно, это последний гвоздь в крышку гроба твоих соперников. Но ЕП показали, что они вообще не такие уж и слабые. Они готовы сражаться с командой IG на равных. Даже не только на равных, а еще и унижать IG. Поэтому пришлось по стандартной схеме. Квас, векс, инвок. Неприятно, что инвокеру приходится стоять против Сларка. Мы знаем, что на ранних лвелах в основном это колд снэп. Вот как и вкачал у нас Кси. Этот колд снэп сбрасывается обычным дарк пактом. Поэтому Фэну даже напрягаться не придется. Ли в инвизе. Здесь есть вижен. Укси, Кси должен понимать, что Ли... Ну и все, начинает бить его. И Ли понимает, что есть вижен. И Чи тоже понимает. Фиссура не далась в итоге от Шейкера. Не стали стопить здесь баунти хантера. Дальше давайте по линиям. Олд Чикен на Брюмастере. Феррари с имморталовским бочонком и рарным клинком. Просто с веслом ходит у нас Олд Чикен. Против него стоит Феррари на Драгон Найте. Вот Феррари мне интересно посмотреть, что здесь. Ничего себе, что здесь. Все здесь. Мистический щит у Феррари. Рарный шлем. Иммортал форма дракона. Ну а с другой стороны, о ком мы говорим? Мы говорим о Феррари. Это вам не... Это вам не это. Так, а что с Урсой? Бернинг на Урсе. 15 на 6 на данный момент. Вот второй, в принципе, лезет. Первый даже по фарму. 17 на 6 у Бернинга. Улд Чикена 16 на 2. Ну и по артефактам. Видим, что только Бутсов Спид. Пока что 670 на руках. И ничего больше для Бернинга не имеется. В Курьере тапок летит для мидлейна. Команда IG для Феррари. В Феррари есть Боттл, есть тапок. Больше пока ничего. Скоро появятся деньги. Я думаю на какой-то Брасер. Ну как-то укрепиться Драгонайт в ХП. Может себе позволить. Чтобы быть, в принципе, неубиенным вообще. Ну и что? В итоге у нас Урс Леон отправился под землю. Даже не буду показывать. Саппорты умирают обыкновенно. Обыкновенно команда ЕП повела. С счетом 1-0. Олд Чикен. Пятый левел уже. У Феррари пятый с копейками. Даже ближе к половине шестого. 640 у него на руках. У Феррари ничего на руках нет. Зато летит Белт оф Стрэндж. По Нетворцу давайте посмотрим. 2.30. Так, ну что это такое? Просто поставили Курьера. Что кто-то вылетел? Или как это так получилось? Игроки IG просто поставили Курьера. Вот так... Странно. Очень даже странно. Поставили Курьера на мидлейн. Скорее всего это сделал Феррари. Может быть мискликнул. Может по себе кликнул. И сам ушел. А это оказалось на пустое место. Не доконтролили. В итоге... Феррари пятого левела. Олд Чикен. Клэпает. И Феррари... Берет шестой. Начинает наваливать по Чикену. В это время у нас Фэн. На половине ХП внизу. У нас топ лейни тоже. Месиво еще и какое. Бернинг. Начинает грызть Спирит Брейкера. Фиссурой закрывают Спирит Брейкера. Бернинга разрезали. Баунти Хантер очень удачно подошел здесь. Во-первых, Джинада. Во-вторых, удары Шадоу Волк. Ну и Сюрикен Тос. Все это потихонечку впилось в Урсу. 4-0. Впереди команда ЕП. Видим, баунти больше всех. 60% демеджа нанес Урсе. 3,5 ЕП по золоту. По экспириенсу 1500 тоже для Energy Pacemaker. 5,5 минут сыграно. Дела у команды IG просто плохие. Сказать, что плохие, вообще ничего не сказать. У инвокера еще нет шестого. Сейчас будет. В принципе, это ничего не решит появление шестого левела на инвокере. Но... Тем не менее. Это вроде как точка отчета. Все, шестой левел для Кси есть. И пошел разгон от Спирит Брейкера на него. Я думаю, что Ли здесь может и подождать. У инвокера есть фейсбуцы. Больше ничего. Просветка должна быть у Спирит Брейкера. Нет, здесь просветка есть у Ли. Убегает Кси. По-быстренькому валить отсюда. Понял, что что-то не так. Или просто крипов пошел стопить. Спирит Брейкеру не повезло. Но через 5 секунд опять будет Чаша в Даркнесс. Ворваться будет непроблематично. Ли перемещается на мидлейн. Феррари будут пытаться ловить. Пошел уже разгон у нас на Феррари. Ли подрезает Феррари. Дженаду так и не провязал. Теперь Дженада, Шурикен Тос. Ну и Феррари здесь умирает. Брюмастер забирает у нас фраг. Ни о чем вообще торнадо инвокера. Поднимают ветра его. Ну и Кси. Кирпич в голову от Пандариан Брюмастера. 6-0. ЕП просто издевается над IG. Это какой-то ужас для команды Invictus Gaming. Сегодня не день. Но 1 мая. Кто в такие дни вообще играет в доту? Идите на парад. Празднуйте. Китай коммунистическая страна. И праздник вот... Солидарности трудящихся. Ну, это важно. Это очень важно. В итоге IG у нас сливают катку за каткой. Ну, это со всех сторон плохо. Со всех сторон. 6000 по золоту ЕП. 3000 по экспириенсу. Олд Чикен. Поймал у нас стан. И что? И живет Олд Чикен. Подкоп по нему. Ну, первый фраг скорее всего IG сделает здесь. Дальше за ним. Мансит между кустами. Купил себе в итоге даггер. И в принципе все. В принципе, по золоту Брюмастер теряет 20 копеек. Если теряет вообще. Ну, да. Забрали с него 239. Но это просто, чтобы подарить команде IG. По факту у него было 50. На руках стало 30. Брюмастер потерял 20 монет в этом файте. Ну, и 1000 по голде IG заработали. 7-1 техническая. До этого было 6-0. Это вообще в сухую. Разгон пошел на Феррари. Уже здесь Олд Чикен. Будут ловить Феррари. И есть смысл. Клэп под ноги Феррари. Феррари в инвиз. Здесь с просветкой Спирит Брекер. Куда ж с Феррари денется? Никуда вообще. Монтеат не хотят попадать здесь под... Подкоп от Леона. В итоге Чип отсейвил Феррари фиссурой. Так долго рожали игроки команды ЕП. Бегали за этим Феррари. Били его где-то по спине. То лопатой, то еще чем-то. В итоге бёрст дэмэджа как такового не случилось. И Феррари уходит живой себе здоровенький под фонтан хилиться. Странная тенденция. Ну вот то, о чем я говорил. Брассер все-таки приобретает себе Драгонайт укрепляться. Может быть позже это появится. Будет барабаны. Могут и не быть барабаны. То, как сильно ЕП давят на IG. Здесь и дешевые артефакты сойдут. То есть ты хоть продавай Айрон Брэнш и покупай еще один брасер. Спирит Брэйкер. Прямо в КСИ, прямо в Торнадо. Стоим. И все, и уходить. Лив инвизия. Трек на инвокера тоже отсюда уходит. Фэн на нижнем лане. У Фэна уже есть. Ринг оф аквилам. ПТ. Пурменшилд. Десять минут сыграно. Ну, неплохо себя Сларк чувствует. На третьем месте по Нетворсу проигрывает только своим тиммейтам. Это Спирит Брэйкеру и Брюмастеру, на котором играет Олд Чикен. Ну и погалдеть 4000. Брюмастер на 10-й, на 11-й минуте. Есть праймал сплит у Брюмастера, поэтому можно ворваться куда угодно. Например, на Рошана. Фэйт на лоу хп просто залетает Брюклэп оттуда. Ну же, ну же. В итоге побежали за Чи, развалили его. Капнуло всем неплохо золото. Здесь, если бы только знали игроки команды ЕП, где находится Айджи. Там один Клэп снес бы и Леона, и дальше Атурсы ничего бы не оставил. Имморталовские наручники для Урсы от Бернинга. По-моему, точно такие же, но красные на Вивере. Дезоляторы небольшие. В Бернинга до сих пор нет Мекки. Ой, до сих пор нет Владмера. Его это не очень смущает на самом деле. Факт остается фактом. 3-100 вообще насобирал Бернинг. Есть Фейсбут Сирингов, Базилус, Орпобменом, Стаутшилд. Пассивка в 3. Оверпауэр в 2. И Эсшок в 1. Ну и, конечно же, Инрейдж в 1 у Турсы тоже прокачан. В Инвизии здесь Кси. И об этом теперь знает, скорее всего, Спирит Брейкер или нет. Откуда есть армор? Кто это? Это Инча. Это Инча. Я так понимаю, с каким-то Огром здесь ходил. Что, поймали здесь Спирит Брейкера? Колдснэп в него. Спирит Брейкер пытается побежать хоть в кого-то. Чарджер Даркнесс в Кси. Еще один удар. Спирит Брейкер здесь умирает. Да, Кси в итоге забирает у нас фраг. Инвокер становится со счетом 1-1-0. Только-только убил первую свою жертву. Кси на самом деле до этого только один раз умирал. 8-2 счет на 12-й минуте. По золоту. ЕП-5000. По экспириенсу 2.5 тоже Energy Pacemaker. У Бримастера появляется ПТ Даггер Боттл. Ничего больше для Лучикина нет. Он второй по Нетворцу. У Сларка, в свою очередь, 1700, даже 1800 на руках. В принципе, по такой игре Фэн может смело собирать себе либо Даггер, либо Шадоу Блейд. Хотя нет, Шадоу Блейд. Да, Шадоу Блейд, да почему бы не собирать? Почему бы не собирать? IG не готова у нас к инвизам. До сих пор не контрят никак Баунти Хантера. Не тебе нормальных вардов с собой, которые ставятся не тебе до 100. Я уже молчу о геме. Ну, какой гем покупать IG? Они 5000 проигрывают по золоту, 2 по экспириенсу. Гем разве что если с неба упадет. Кому вообще этот гем приобретать? Бёрнинг. Под разгоном от Spirit Breaker. Несется трамвай по имени неизвестная. Вниз на файт. Ну, по-прежнему разгон по Бёрнингу. Два обалденных сентри варда от команды IG. Что в итоге? В итоге останавливается Spirit Breaker. Неинтересно. Неинтересно файтится. Spirit Breaker, кстати, Shadow Amoled приобретает себе. Готовится он выйти в Шадоу Блейд. У Сларка появляется в свою очередь Даггер. Драгон Найт у нас. В супер своей драконьей форме. Со своим супер щитом красным, который горит, но которого по сути не существует. Ну что, Декан выходит у нас вниз. Готовы подпушить игроки команды IG. Феррари теряет форму дракона, отходит. У него был Эггис. Никто ничего в итоге с ними сделал. Пошел врыв ночи. ЕМП под ноги. Фэн без маны. Без маны также здесь. Баунти Хантер. Его развалили. Олд Чикен умирает. И IG делают минус 3 на ровном месте. Это же что-то непонятное вообще. Команды Energy Pacemaker просто так втроем отдались. Подарили 2000 золота. 2700 экспириенса. Такая простая абсолютно схема. Ну, еще два раза так и IG выйдут вперед. А дальше сделай что хочешь. С Урсой или с Драгон Найтом. Бернинг. 2200 уже на руках. Либо это будет Даггер, либо... Либо, скорее всего, будет Даггер. Да. Только Даггер, только победа. Урса готов врываться, несмотря даже на то, что команда проигрывает. Хотя и немного, но тем не менее. Леона у нас развалили. Развалили под треком. На хосте был Баунти Хантер. Так вот, закончу мысль. Несмотря на то, что команда IG проигрывает, Бернинг, в принципе, придерживается привычной схемы. Урса получил левел, у Урса идет файтиться. И неважно, проигрываешь ты, не проигрываешь. Наступательные или оборонительные темы тебе нужны. Урса должен постоянно быть в файте. Иначе он бесполезен. Владмир не приобретал, зато купил Даггер. Ну, по одиночной фраге может делать Бернинг. Тут против кого угодно можно ворваться и развалять. Иначе разве что со своим Untouchable? Ну, по-моему, кстати... Оверпауэр... Оверпауэр, по-моему, не будет у нас ломаться об... Untouchable NG. 0.28 в секунду. Это максимально или нет? По-моему, нет. Брюмастеры. Тысяча золота. Кстати, ЕП потеряли с пяти до двух тысяч скатились по золоту. Сейчас две пятьсот выигрывают по экспириенсу. С двух с половиной сейчас выигрывают всего лишь семьсот. ЕП много себе позволяют лишнего и ненужного. Спиритбрекер побежал у нас на Че. Сразу же. Причем в инвизи бежит Спиритбрекер. В Шадоу Блейде. На тебе, Шадоу Блейда. 235 развалили у нас в итоге Спиритбрекера. Подкоп пошел от Леона. Задувает Феррари. Келлинг Спри уже для мидера команды IG. И 11.7. Это вообще не серьезно. Если 7.0 это проблема, или 6.0 это проблема огромная, то 11.7 это ровненькая игра. По итогу этого файта 550. Заработали IG по золоту и по экспириенсу 1200 тоже для них. И они идут давить. И у них все хорошо. И у них пик выходит в серьезнейший лейт. Драгонайт в лейте с нормальными артефактами. Непонятно, как его команда ЕП будет убивать. ХП много. Реген большой. С Ларка тоже есть чем контрить. Если что. Инвокер, который будет держать постоянно у нас то в воздухе. Ребят, то в Сайленсе. Вы видите, 2 облимент стаффа сейчас уже будет. Дальше просто-напросто появится Оркет. 340 от Торнадо инвокера бьет. Круто. Что сказать. Очень даже круто. Векс уже почти максимальный. Для инвокера никаких тебе экзортов. Квас, Векс. Все. И думать вообще нечего. Инвокер и фармит через Торнадо и дерется через него. Все на самом деле очень просто. Спиритбрейкер в это время забирает Урсу. Ладно. Но это же... Это просто невозможно. Давайте посмотрим. А, ну тут вместе с Инчой. Да, так можно, конечно. Бежит Спирит. На Урсу. В инвизе. Ну да. Здесь Спиритбрейкер слишком мощно выглядит. Через ульту быстро справились с Урсой. Все без проблем. 12-7 становится счет. И Бернинг до сих пор без Владмера. Хотя уже есть. Можете пмазки, есть рингов Базилус. В принципе, просто появляйся и приобретай себе Владмер. Так, у Сларка есть Даггер, есть Рингов Аквила, есть ПТ и 1600 на руках для Сларка. У Брюмастера мы уже видели, что имеется. Еще и появляется рецепт на БКБ вместе с ОгрКлабом. Осталось 1600 собрать Брюмастеру. Пойнт Бустер для ЛТ. Где у нас ЛТ? НЧА с Пойнт Бустером, с Хэнд оф Мидас и 740 на руках. В принципе, сейчас НЧАнтрас уже и 1000 имеет. И остается 2000 всего лишь до появления Аганима. Байбэк у нас от Баунти Хантера. Зачем? Куда? На Роху. Сейчас упадет Рошан. Наверное, упадет. Не знаю. Не могу сказать. Роху мне не показывают, когда он упадет. Ну, даже немножко странно. Голема. Напомню всем, сняли с него... Сняли всего с него магический иммунитет. Теперь он может быть приручен. Теперь он может бросаться камнями. На 0,6 секунд, правда, но тем не менее. Что он, что, кстати, маленькие големы, которые из него выпадают. Пошел Кентавр проверить, что здесь происходит. Все, что можно было дать в Кентавра, дали. Нормальный стан в него и... Фейт. Ну, надо было разобрать Кентавра до того, как он разберет команду IG. Хотя бы застанет. НЧА берет одного голема с собой. Сейчас посмотрим на стан. Как он выглядит. Ренж-то тут вроде как огромный. Пошел голем на Бернинга на Феррари. Полетел кирпич по Бернингу. Все. Бернинг в итоге забирает себе... А Эггес выпадает. Два маленьких говнюка. Их тоже разваливают. Все. Голем бесполезен. Просто-напросто, ну, как бы, ничтожество. Единственное, что может голем, это сбить ТП. Или какой-то каст. Тоже, в принципе, неплохо. Но так в файте, если какая-то обычная ручная драка, там, естественно, голем что есть, что нет. Ну, например, Дезвард может сбить. Блэк Холл может сбить. Тоже, в принципе, плюс безусловный. Правда, и кирпич этот летит полтора часа тоже немножко туговато все это смотрится. Но с другой стороны, чего мы ожидали. Обычный нейтральный крип. Он должен убивать. Нет, он не должен убивать. Он должен просто быть сам по себе. Таким, каким его создала Дота. Драгонай. Две двести уже имеет на руках. Здесь, я думаю, где-то прям до трешки может подняться. Что-то мне подсказывает. Ну да, где-то к трем тысячам и должен подняться. Настакали ой-ой-ой как много. Две девятьсот в итоге ДК зарабатывает. И будет выходить то ли в кирасу, то ли вот в это. Шадоу Блейд собирает себе ДК. Засловили у нас Ли. Ли в инвизе отсюда убежал. Аджи никого не потеряли. Счет становится тринадцать восемь. ЕП по-прежнему выигрывает пять тысяч по золоту. А по экспириенсу ЕП на четыре тысячи. И впереди. Но у Бёрнинга уже есть Даггер две триста на руках. Есть Мордип Маск. У Инвокера есть уже Оркет. Урнов Шадоу с Фейсбуци. Появляется для Драгонайта. Шадоу Блейд БКБ. Брасеры ПТ. У Урсы мы видели. Инвокера видели. Леон с Даггером. Все, укомплектовались как хотели. Айджи. На двадцать четвертой минуте по таймингу все великолепно. На первом месте Драгонайт. У него десять сто. Дальше уже идет Фэн, у которого девять только-только капнуло. Феррари Доминейтинг. Где кого забирает. Феррари забирает у нас Инчу, которая решила прогуляться во вражеском лесу. Спуститься на лоу-граунд. Тут ее уже встретили. Фэйт. Под Спирит Брейкера попадает. Здесь, кстати, много спаунов. Да ладно, неужели? Да ладно. Да ну. Да ну нет же. Нет. Я думал, что... Ох. Если это было бы так, мне было уже подозрение, что Спирит Брейкер от команды Энерджи Пейс Мейкер здесь таким образом решил стакнуть Эншентов. Там копейки бы буквально миллисекунды не хватило, и то, что Эншенты в разные стороны разбежались. Если там появился стак, это было бы просто жуть как круто. Может быть повезло, но если вдруг не повезло, то... Что-то интересное в Доте нынче происходит. Происходило бы. Не, ну не стоит... Как бы ничего, да, феноменального в этом нет. Пробежал по таймингу, все там рассчитал, но... Надо пробовать тренить, 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 тренить. Ты в любой момент окажешься в любой точке карты. Здесь, здесь, здесь. И с каждой точки карты до каждой точки карты. Разные прямые. И поэтому время, скорость бега, все вот это вот... Все это надо примерно рассчитать. Было бы забавно, конечно. Ладно, отъехали далеко сильно от игры. 5 тысяч ЕП по золоту, 3,5 по экспириенсу. Давайте по артефактам... По артефактам команды Energy Pacemaker поговорим. Есть Shadow Blade у Spirit Breaker. Митрил Хаммер, Огр Клапы сейчас уже готов в БКБ. Для Спирита улетает он на базу. Здесь БКБ забирает. Энчантрес уже с Огр Клапом. Staff of Wizardry, Point Booster, Hand of Midas один раз проюзать. И у Энчи будет готовый Аганим. А может даже и не дождется она, когда появится. Hand of Midas от Кэт Дэшится, заберет пораньше себя Аганим. У Баунти Хантера барабаны, Транквилы, ничего больше. Баунти немножко здесь не очень. Хотя 7 ассистов. 7 ассистов и команда нормально поднимается по золотишку. У Сларка есть БКБ, есть Блинк Даггер, Пауэр Трэдс. Пора Сларку выходить в... Выходить в Скаде. Ловят здесь Бернинга. Бернинг на Урсе. Даггер что есть, что нет. Бесполезно. Бернинг отсюда не улетает. Начинает жрать Спирит Брейкера. Бернинг разваливает Спирит Брейкера. Бернинг, конечно, в итоге умирает, но Спириту как сильно досталось. Минус 2 делает команда Ай-Джи. Фейта тоже ловят. 2 в 2 в итоге файт. ЕП потеряли Спирит Брейкера. Потеряли здесь... Так, Чи врывается у нас. Эхо Слэм. В никуда вообще Эхо Слэм. Никого не продамажил Феррари. Под БКБ наваливает по Фену. Кси поднимает ветра. И Олд Чикен, и Фен здесь. Драгон Найт. Быстрее тэп-аут. Поняли, что не по шансам. 3 в 2 в итоге файт. Полетело копье. Ударит ли оно? Но это никого оно не ударит. В никуда копьем. И появляется Агоним для Инчи. Курьер Редиантов. С Айрон Бреншем внутри умирает. 50 копеек потратили. Инвокер в это время разваливается от Инчандрос. Так, хочу смотреть на Инчу. У Инча с руки 100. 4. Рендж теперь, по-моему, мощнейший. Ну да, демоджи, конечно, импетусы будут много вносить в команде Айджи. Но они вроде как крепнут минуту за минутой. 1100 на руках у Инвокера. Урса у нас с БКБ 10 секундным. Даггером, Мордип Маск. И фейсбуцы для Бернинга. Прошу прощения, зачем Урсе БКБ? Чарджи в Даркнесс не бьет БКБ. Все. Теперь понятно. И здесь. А здесь сквозь иммунитет магии Незерстрайк работает. Поэтому, ну, хотя бы не будут со старта. У нас Урсус Ног сбивать. Не придется полчаса проводить в постоянном стане. У Сларка почти 2000 на руках. Скоро увидим, я думаю, Алтимой Тор. У Жейкера в это время 2250. Все. Появляется даггер для Ч. Есть даггер у Леона. Есть Транквил Буцы. Больше ничего. Тут Леон сильно потратился, потому что умирал. Сильвер Эдж для Драгон Найта. Е. Врыв в Бернинга. Где твой БКБ, Бернинг? Непонятно. Вот Бернинг. Тюзайд БКБ. Кого бить, тоже не ясно. Полетел дальше за Спирит Брейкером. Бернинга развалили. Урса, конечно, если команда проигрывает, просто... Ни о чем персонаж, как по мне. Задули еще и в Баунти Хантера. Unstoppable в итоге ДК. Ну, делай тэп-аут. Феррари, просто уходи. Так, трипл-кил у кого? У Инчи трипл-кил. Инчантерс трипл-кил в этом файте. 7-1 идет ЛТ, точнее. Митрил Хаммер для него. Аганим для него уже есть. Митрил Хаммер, скорее всего, в БКБ. Ну что? Главная наша цель это Драгон Найт. Он у нас основная фигура, которая, в принципе, пользу своей команде приносит. Что у него тут за 5200? Так, Олд Чикен врывается у нас в файт. БКБ юзает Феррари. Вытягивает на себя Олд Чикена. Фэн в Шадоу Дэнси. И сейчас закончится БКБ для Феррари. Вон надо сейвить, он уходит в инвиз. Феррари на хайграунд. Дальше за ним. Если Феррари убивают, здесь ЕП сносят минимум одну сторону. Все, можно бить в сторону. Бёрнинг уже здесь. Бёрнинг от Фэна начинает гореть. Ну и раскайтит Бёрнинга. Ничего ему не дадут сделать. Минус 4 делает команда ЕП. Курьер. Чей? Курьер команды IG погибает. Но это минус мораль дикая вообще. Быстрее бы закончился этот день, думает команда IG. В пятером игроки команды ЕП живы. Минус 4 делают. 5900 по экспе. 2800 по золоту. Ну всё. Ждали, ждали, что что-то получится. Что здесь получится? 13000 по золоту. 14000 по экспириенсу. В Си на инвокере. В Феррари на инвокере. Неважно кто на инвокере. У IG Финвокер сегодня не зашёл вообще. Та же история. Сильвер Эдж появляется для Спирит Брейкера. Делает вас невидимым на время действия или до момента вашей атаки. Или использования заклинания. Ну это понятно. Это... Это, это, это Шадоу Блейд. Пока Шадоу Болк активно. Выдвижившись на 20% быстрее. Всё понятно, да? Включить. Пассивное. Лезер Мейм. Каждая атака получает шанс уменьшить скорость передвижения врага на 40. Так, а что? Где, где активка? Странненько. Хотя, да, рецепт всего-то 350. Это просто рецепт платится за... За один слот. То есть за объединение в один слот двух... 350 золота платится за объединение двух артефактов в один слот. Ну тоже неплохой артефакт. Почему бы и нет? Для Драгонайта, например, вообще великолепен. Сэнджиньяша вряд ли Драгонайта есть... Ну, то есть можно собирать, конечно, но суть в Сэндж в том, что даётся сила Драгонайту. А здесь вот, пожалуйста, плюс 16 к силе, плюс 30 к скорости атаки, плюс 32 к урону. Вот, короче говоря, для Драгонайта великолепный артефакт. Для Спирит Брейкера тоже чудо. После того, как открыли поразительные способности Шадоу Блейд. Ну что, разрывают здесь Спирит Брейкера. Бёрнинг наконец-то у нас полезным стал. Полетел кирпич Феррари. Феррари, в принципе, панд всех может здесь съедать. Фэнк, зайца Феррари. Налог, ХП, Феррари. Только не агресс на инчу, Феррари. Вообще бить не будешь. ЕМП от КСИ. Панды без маны. Фэнк за Феррари. Фессуру ловит Фэнк. Бёрнинг стопит у нас Фэна. Будут ли ловить Фэна? Фэнк сбрасывает себя через Дарк Пак. Всё, что на него навалились. Всё, Фэна развалили. IG забрали четверых. Сделали камбэч ещё года. Заработали. 4800 по золоту и 9000 по экспириенсу. Сейчас заберут Рошана и пойдут сносить команду ЕП. Неужели это возможно? Скорее всего, 16 или даже 17000 проигрывали игроки команды IG. По золоту теперь до 12. Скатились по экспе. Почти двадцатку проигрывали. Почти. Точно вам говорю. Двадцатку. И 8000 отыграли. 8900. Ну, мы видели. У Драгонайта появляется... Должен, по крайней мере, появиться Хипперстоун. Надо собирать Керасу. Или Керасу, или... Или, да, или вот Дайдалус. Всё верно. В принципе, не очень легко убить у нас ДК. Во-первых, есть Инвиз. Во-вторых, есть БКБ. В-третьих, дофигища вообще дефа и Хиппериген через Драгонблад. И бить его непросто. Что Бёрнинг там? Это главный, кто меня интересует. У Бёрнинга, наконец-то, прилетает Владмир. Фейсбуци, Блинг, Даггер, БКБ. Готовится, наверное, выйти в Тараску. Что, пошёл наваливать здесь по ЛТ. Поднимают ветра здесь Брюммастера, игроки Команды Айджи. Бёрнинг, от Ипетусов. Ещё один Ипетус, Бёрнинг сейчас умрёт. Энча в Соло развалила Урсу. Сделайте меня развидеть это. Фэн, врывается у нас Леона. Леон развалился. Феррари, БКБ, провязал, провязал ульту. Начинает наваливать. Просто бей, бей под сплэш. Куда угодно, хотя бы будет Фэн умирать. Феррари у нас, юзает сыр. Можно уходить в инвиз Феррари. Ловит кирпич Феррари. Разгон пошёл дальше от спиритбрейкера. Феррари видит, он под треком. Ну и вся команда Айджи отступает, отступает. Да не в отступовую. Не получилось далеко отойти. Развалили в итоге у нас Драгон Найта. Бёрнинг за спиритбрейкером. В это время Фэн вгрызается в Чич и умирает. Здесь один Кси. Единственный, кто останется живым. Четверых уже убили. Кси по-быстрому бежать отсюда. Инвокер один-одинёшненько остаётся в живых. 2 700 у него на руках, но тут по голде потеряли очень много Айджи. Для них это вообще непозволительная роскошь. Они потеряли 6 400 по экспириенсу. 3 800 по золоту. У них вообще не было денег. Они тут отставали на 10 тысяч. Ещё и пятёрку подарили своим соперникам по экспе. Та же история. Та же история. Варды, как я понимаю, по одному теперь покупаются, верно? Да, 75 обычный. И сентри, сентри по два должен покупаться. Нет. До сих пор не могу понять, сколько сентриков покупается. Но то, что обсерв по одному покупается, это факт. Вот. А что с сентрями? Почему они 200 стоят, если по одному покупаются? Непонятно. По золотам. 15 тысяч опять ЕП. По экспириенсу тоже ЕП. 15 тысяч. Айджи надо очень сильно постараться, чтобы эту катку перевернуть. Они выходят в лейт, и лейт у них вроде неплохой. Это драгонайт, это урса, это инвокер. В конце до концов. Но со стороны команды ЕП есть Сларк, который к лейте тоже у нас станет настоящей машиной для убийств. Баунти Хантер, который тоже рано или поздно заработает на свои артефакты. Брюмастер. Спирит Брейкер. И самое страшное, Энчантерс. Энчантерс, которая вот у Сларка уже появляется с Кадди. Энчантерс, которая в соло убивает урсу. Есть БКБ, нет БКБ. Чистый дэмэдж идёт. Плевать абсолютно, что там включит команда Айджи. Неважно, кто это будет. Драгонайт, не драгонайт. Ну, то есть, деф, понимаете, бесполезный. Есть, нету этого дефа у драгонайта. Чистый дэмэдж. Так, посмотрите. Видите, да? ТП кто-то кастует. Не кастует. Странно. Так, а ну-ка. Ну-ка, ну-ка, нет. Нет, никто не подходит. Ну что, ждём врыв от команды ЕП. Провязали смок, сейчас встретят фейта. Просто клапнул на ровном месте Олд Чикен. Поймал Хекс и уходит. Упрыгивает даже, потому что Хекс его был как лягушка. 29-16. 15 тысяч и 17 тысяч. Всё это за ЕП. Айс Волл от Кси. У Кси есть Мейл Стром. Отбиваться от крипов, да, хорошо. Отбиваться от игроков команды ЕП бесполезно абсолютно. У НЧАнтрес есть Хипперстоун. Я даже не думаю, что НЧА будет во что-то превращать. В итоге Хипперстоун, то есть Керасу приобретать. Хоть Мом вообще НЧА покупай. Вместо, например, Мэджик Уонт. Иди разваливай всех, кого видишь. Побежал у нас Спирит Брейкер. В Бёрнинга. Стан пошёл по Бёрнингу. Ульта по Бёрнингу. Ну и Бёрнинга. Спадает с него БКБ. Феррари начинает настреливать. Но что есть, что нет у этот Феррари. Даже под Алакрити. Всё, что может сделать Феррари, это убежать. Ну и НЧАн начала просто-напросто валить. 12-2 НЧАнтрес. Жесть какая-то. Артстайл играет за команду ЕП. Просто райт-клик. Пошли месить. НЧАнтрес абсолютно фиолетово. Оставили её в лесу. Теперь она не чувствует никого из соперников. По Нэтворцу почти на первом месте. Пара-тройка киллов. А она сейчас будет. Ну что, иди в Кси. По НЧ наваливает. Виспы на ней. Понял Бёрнин, кого надо бить. НЧАнтрес отходит. Начинает стрелять по Бёрнингу. Один импетус. Второй. Третий. Минус Бёрнин. Дальше файт. Ещё один килл. Айджи здесь просто в панике. ГГ пишет. Бёрнинг. Поздравляем команду ЕП. Они стали теми, кто с отвратительным настроением отправили команду Айджи в следующий игровой день. Сегодня четыре матча команды Айджи прошло. И все четыре поражения. Те самые легендарные Айджи. Сколько же денег вы, ребята, на них втюхали? И сколько вы проиграли? Боюсь даже узнать. Не буду спрашивать. Ну что. Всё. Сегодня у нас на повестке только Дримхак, который нам нельзя стримить. Да и пусть сами его стримят. Услышимся мы с вами уже завтра. Завтра заходите к нам в группу ВКонтакте. Анонсируем всё касательно завтрашнего дня. И не забывайте подписываться. Ну и конечно же подписывайтесь на наш канал на Твиче. И канал на Ютубе. Напомню ещё раз. Это студия Игрокам ТВ. Для вас сработал друг. Меньше играйте в Доту. Больше читайте книг. Услышимся. Субтитры делал DimaTorzok